Этот мост соединяет центральную и заречную части Ахтубинска. Капитальные работы проводят по поручению президента, данному в мае прошлого года. Рабочие заменили дорожное покрытие, установили перила. Подрядчик приступает к ремонту мостовых опор, благоустройству подъездных путей и спусков. Работы планируют завершить в декабре. Губернатор поручил обратить внимание безопасности пешеходов. Декабрь — это еще и срок сдачи дома для детей-сирот. Его сейчас возводят в Знаменске. Но пока не готова даже коробка здания. Трехэтажный дом начали возводить в 2014 году. С предыдущим подрядчиком контракт расторгли, как с недобросовестным. Новой фирме пришлось устранять последствия некачественной работы, а по сути строить с нуля. Губернатор поручил ускориться, а главе регионального минстроя Александру Иванникову контролировать сроки и качество работ. Замечали, они представляли себя по качеству выполненных работ, по демонтажу нескольких участков. Их уже демонтировали. Сейчас будут восстанавливать и продолжать строить. Проект скорректирован? Скорректирован. Скорректирован. По проекту. По проекту. И сколько времени на достройку? В декабре месяце. В декабре месяце. Значит, в декабре месяце это ваша личная ответственность. Докладывайте мне о готовности объекта. Хорошо. В Ахтуминске сейчас возводят два многоквартирных дома. Жить здесь будут переселенцы из аварийного жилья. Об этом губернатору сообщил глава города Сергей Заболонский. Игорь Бабушкин подчеркнул, строительство жилья необходимо вести с учетом социальной инфраструктуры. Очень хорошо, что вы предусматриваете здесь при строительстве домов, предусматриваете как минимум детские сады. Если ваши школы сегодня позволяют дополнительное количество принять на этих территориях, ну тогда хорошо. Декабрь этого года на Севере области обещает быть насыщенным по части завершения крупных проектов. В Знаменске начнет работу станция очистки воды. Ее особенность в новой системе фильтрации, которая полностью уничтожает патогенную микрофлору. Станция будет способна пропускать 20 тысяч кубометров в сутки. Система экономична. Вода, пройдя весь цикл, используется повторно. Осадок планируют использовать в качестве органического удобрения для сельхознужд. Самое главное – это качество питьевой воды. Тем, что предусмотрено проектом непосредственно производства гипохлорид натрия с помощью электролизных установок. И сам гипохлорид натрия менее опасен, менее вреден, чем существующая схема у нас на фильтровальной станции, потому что обеззараживание у нас происходит посредством жидкого хлора. Мощности насосной станции хватает не только для жителей Знаменска, но и для села Капустиньяр и полигона Минобороны. Кроме того, Знаменск теперь может охватить исследованиями на коронавирус в север области. В городскую больницу поступило оборудование для ПЦР-исследований. Мы, в принципе, готовы буквально в ближайшее время начать уже обследование. Сколько исследований вы сможете делать? Ну, вы знаете, на данный момент мы планируем хотя бы 100 начать, как бы в одну смену. Хотя бы 100? Да. Но зависит от того, какая будет нагрузка, потребность в нем. А нагрузка сейчас какая? Сколько исследований? 100 исследований – это Знаменска. Нет, зато сколько делается? 100 исследований в неделю. В Знаменске? Да, в неделю. Если вы будете делать 100 в сутки, то, значит, нужно соседние районы вам тоже задействовать для того, чтобы исследования проводить здесь. Ахтубинск, Черный Ярд. Теперь важно, чтобы не было проблем с реактивами, да, и чтобы исследования были без задержек. Проходить без задержек. Ну, такой объем, такой объем, такая мощность вам позволит. Новое лабораторное оборудование помогает выявить не только коронавирус, но и другие инфекции. К тому же, тратить время на доставку анализов и ожидание результатов больше нет необходимости. Маски, которые мы брали у пациентов, в том числе и город Ахтубинск, и Черный Яр, они все возили, это в Астрахань. Это порядка 350 километров. И было очень неудобно. Сейчас, конечно, вчера нам привезли уже этот аппарат. Сегодня инженеры приехали, его монтируют. В ближайшее время мы начинаем работать. И тем самым мы, так сказать, облегчим себе работу, своим сотрудникам при постановке диагноза, когда необходимо уже принимать срочные меры с данными пациентами. Среди оборудования, которое недавно поступило в больницу Знаменска, новый рентгеновский комплекс. Его закупили по поручению губернатора Игоря Бабушкина. Прежнее оборудование не справлялось с объемами исследований, постоянно выходило из строя. Новая техника автоматизирована и выполняет много задач. Анастасия Анферова при поддержке пресс-службы губернатора Центр новостей.